Вчера они были дошкаляты и только изучали азбуку, учились строиться в шеренге и колонны, правильно вести себя за партами. А сегодня уже применяют накопленный опыт на практике. Торжественная линейка ко дню знаний в кадетском корпусе «Всходня» стала первым серьезным шагом на пути во взрослую жизнь для 28 начинающих школьников. Я хочу стать, когда вырасту, военно-доктором и буду очень хорошо учиться только на пятерке. Почему мне нравится быть кадетом? Потому что здесь классно, хорошая школа, хорошая учительница, самая лучшая школа в мире. О том, что школа замечательная, говорят и родители учеников, тем более, что в этом году образовательные учреждения капитально отремонтировали. Думаем, что будет все хорошо, будут наши мальчишки учиться замечательно и девчонки тоже. Все лучшее детям, спасибо огромное за ремонт. Мне нравится, что она домашнего типа, что там всего лишь по одному классу, первому, второму и так далее, что там прекрасно относятся к детям, что все хорошо, что ребенка отдаешь и ребенок под присмотром всегда. Торжественная часть линейки ко Дню Знаний проходит здесь в особенной атмосфере. Воспитанники кадетского класса Следственного комитета торжественным маршем пронесли перед трибуной знамя. После этого почетные гости поздравили родителей и учеников с началом учебного года. Дмитрий Волошин поблагодарил за окончание капитального ремонта здания в срок, а также поздравил педагогический коллектив с высокими достижениями. Отдельные слова благодарности педагогам. Напомню, что в этом году Химки 16 школ смогли встать в рейтинг в Московской области Министерства образования. Для нас это большой задел. И понимание того, что педагогический состав нашего города сегодня способен на развитие новых программ, которые дадут возможность нашим ученикам подготовиться к государственным экзаменам и к Олимпиадам. Церемония первого звонка ознаменовала, что ученикам пора расходиться по классам. 267 ребят уселись за новые парты. Здание учебного корпуса площадью почти 2500 квадратных метров, построенное в 1961 году, обновили полностью. Кабинеты оснастили мебелью и современным оборудованием, утеплили и обновили фасад здания, заменили кровлю инженерной системы, отремонтировали внутренние помещения, а также благоустроили прилегающую территорию. Старшеклассники с трудом узнали, свою родную школу. Я застала школу в старом ее виде. Очень переживала за то, что успеет ли к 1 сентября к 11 классу. И очень порадовало результат того, что мы пришли, все по-новому, дизайн школы радует, красиво. Обновилось оборудование, это самое главное, потому что оборудование является сейчас ключевой направленностью образования. Благодаря этому оборудованию мы сможем больше получать знаний, станет высшее образование в нашей школе. А вот первоклассников, которые школу видят впервые, ожидал другой сюрприз. По традиции учеников начальных классов по инициативе губернатора угостили мороженым. Акция проходит в области уже третий год подряд. В этом году мороженое получили около полумиллиона учащихся во всем Подмосковье. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Алексей Юртаев. Новости Химки ТВ.